Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в литературной гостиной журнала Симбирск. В нашем городе действует программа «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». С 2015 года этот статус присвоен нашему любимому городу. Благодаря этой программе уже состоялось много ярких, значительных культурных событий, а много еще предстоит. О планах программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО», о том важном и значимом, что принесло в наш город почетное звание, рассказывает Елена Титова, координатор программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Елена Титова. Я координатор программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». И хотела бы сегодня рассказать вам немного подробнее о том, что это за программа, потому что, конечно, не все жители нашего города еще так подробно и глубоко знают о том, что наш город носит этот замечательный статус. Для начала я бы хотела выразить, конечно же, признательность литературному журналу «Симбирск» за возможность, во-первых, оказаться в этой студии и, конечно же, за информационную поддержку, потому что в каждом номере вы можете найти информацию о нашей программе, о том, что происходит сейчас в литературной сфере в сети креативных городов ЮНЕСКО по всему миру. Это очень интересно, поэтому все бегом сейчас же в киоске покупать литературный журнал «Симбирск». Статус «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО» мы получили в декабре 2015 года. Таким образом, сейчас мы пятый год находимся в сети и имеем этот статус. Конечно, в 2015 году это была такая победа, победа коллектива авторов, которые писали заявку, победа нашей сферы культуры, наших авторов и творцов, нашего исторического культурного наследия, все то, чем обладает город. Заявку мы подавали, это был не сиюминутный такой успех, это был второй раз, когда мы подавали заявку, в первый раз она не была поддержана. Поэтому действительно можно сказать, что много усилий было приложено для того, чтобы этот статус городом был получен. И мы очень рады, что программа действует и по сей день, что обрастает постоянно какими-то партнерами, инициативами, интересными проектами и помогает развиваться нашим деятелям в литературной сфере нашего города. Хотела бы сказать, что программа работает сразу на несколько составляющих. Во-первых, это, конечно же, имидж нашего города и региона на международной арене. Во-вторых, это развитие, профессиональное развитие наших местных ульяновских авторов. И, конечно же, программа, есть мероприятия в программе, которые направлены на всех горожан без исключения. Хотела бы как раз по каждой позиции раскрыть более подробно, что же такое статус ульяновска литературный город ЮНЕСКО для нашего имиджа, нашего города на международной арене. Конечно же, в первую очередь, это продвижение каждое мероприятие программы, участие в наших сетевых проектах, участие в проектах других литературных и нелитературных городов, сети креативных городов ЮНЕСКО. Это, конечно, в первую очередь информационный повод. Информационный повод не только для СМИ внутри региона, но и для федеральных и для международных СМИ. Если, может быть, кто-то из тех, кто сейчас нас смотрит, знает или слышал о том, что в прошлом году мы впервые проводили на территории города международную писательскую резиденцию. Сразу два у нас было гостя. Это Андрей Хачевар из Словения и Дэвид Ховард из Новой Зеландии. То есть уже сразу понятна география. Каждый резидент по возвращении домой опубликовал те труды, те работы, над которыми они работали, пребывая в городе Ульяновске, не только в местной прессе своей страны, но и в совершенно разных литературных, профессиональных изданиях по всему миру. Так упоминания об Ульяновске появились в американских журналах, в славянских, в новозеландских, в австралийских и так далее. То есть, наверное, никогда бы не получилось без вот такого вот межкультурного взаимодействия попасть городу Ульяновску на страницы таких изданий. Очень здорово, что во время резиденции, сама резиденция, это возможность для авторов близкого общения друг с другом. Это литература, это такая очень интересная, гибкая, пластичная сфера. И вот это вот общение профессиональное, на профессиональном уровне очень важно для наших авторов. Конечно, немножечко пандемия слегка сломала наши планы, но мы надеемся, что все как-то пойдет своим чередом, войдет в свое русло. И в следующем году, у нас уже в этом году состоялся конкурс на пребывание в резиденции, и определены уже два наших следующих резидента. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции мы перенесли сроки резиденции на 2021 год. И новыми гостями нашей резиденции станут поэт-переводчик и издатель из Кембриджа Джеймс Вомак и художник-переводчик из Мельбурна Марк Вингрейв. Вот таких очень интересных людей мы ждем у нас, и надеемся, что не меньший отклик найдет это присутствие этих авторов у наших литераторов, и, естественно, за рубежом, когда они вернутся. Это такая форма, наверное, мягкой дипломатии, когда человек из другого государства, а люди, которые пишут, это очень интеллектуальные люди, это интеллектуальная элита, то есть это лидеры мнения где-то даже, которые доносят свою мысль через печатное слово. Когда они попадают в страну, общаются с людьми, у них создается свое личное впечатление, свое очень личное мнение о стране, о жизни в нашей стране, о быте, о людях, которые здесь живут, которые не навязаны никакими средствами массовой информации, политическими какими-то вениями и течениями. Поэтому я считаю, что такое общение и вообще формат международной литературной резиденции – это форма международной дипломатии, такой мягкой дипломатии публичной. Конечно, наше участие в сети открывает много возможностей для литераторов наших ульяновских, проживающих на территории Ульяновской области. Дело в том, что когда креативные города объявляют какие-то свои конкурсы или даже конкурс на участие в резиденциях в своих странах, потому что аналогичная резиденция есть во многих городах сети креативных городов ЮНЕСКО, то участие в этих проектах могут принять только жители, соответственно, городов, носящих аналогичный статус. Поэтому во многих крупных интересных проектах сети принять участие, например, поэт из Ульяновска может, а вот поэт из Москвы нет. То есть такое вот у нас конкурентное преимущество, которое дает нам этот статус. Если продолжить разговор об имидже нашего города на международной арене, участвуя в таких проектах, наши авторы таким образом тоже продвигают наш город. Например, буквально из недавнего, из прошедшего, поэт и журналист Сергей Гогин стал участником международного литературного проекта Depesabilities, который организовала дирекция программы Данидин, литературный город ЮНЕСКО. Данидин – это где-то в далекой Новой Зеландии, опять же. И он представлял там стихотворение, которое написал по мотивам другого стихотворения, одноименного Depesabilities, известного польского писателя, поэта, нобелевского лауреата Веслава Шимборской. На день книги в Нанкине было также представлено стихотворение Сергея Гогина о Волге в его переводе. То есть таким образом, опять же, мы попадаем в литературном, так скажем, поле, в литературной сфере. Еще одной отметочкой на карту наш город Ульяновск попадает. Конечно, мы входим в афишу сетевых проектов. Например, Международный день поэзии, Всемирный день грамотности, который вот грядет буквально 8 сентября. Города предлагают свои мероприятия, получается такая большая международная афиша, и Ульяновск тоже есть на этой международной афише. Это еще один плюсик в копилочку нашего вот такого имиджа. Мы сами инициируем международные сетевые проекты. Так совсем недавно, еще даже можно найти на нашем сайте буквально в верхней его части информацию о сетевом проекте «Международный город как рабочее место писателя». Действительно, так получилось, что как раз перед самоизоляцией был запущен проект и нашел огромный отклик. Писатели из разных городов и стран присылали нам фотографии своих рабочих мест с интересными рассказами о том, как они творят, что их вдохновляет. У нас получилась целая такая галерея на нашем сайте, тоже можно это все посмотреть. Поэтому еще раз повторюсь, что деятельность программы, наши собственные мероприятия, сетевые мероприятия – это информационный повод. Информационный повод, когда мы, наш регион и город Ульяновск попадают в информационную повестку мировую, в мировую информационную повестку, вот так вот можно сказать. Что же касается наших местных ульяновских авторов, какие возможности для них открывает программа «Ульяновский литературный город ЮНЕСКО». Как я уже сказала, что многие проекты и грантовые конкурсы, конкурсы на участие в резиденциях, города сети объявляют именно с тем условием, что принять участие может только поэт, писатель, переводчик, автор из города, который тоже носит статус креативного города ЮНЕСКО. Поэтому это, конечно же, самое главное преимущество. И если, может быть, вы тот человек, кто сидит по ту сторону экрана и смотрит эту передачу, пишите и знайте о том, что у вас есть такая возможность. Следите за новостями на нашем сайте. Действительно, очень много таких инициатив ежегодно объявляются и есть. И призываем активно-активно в них принимать участие. Не писать в стол, а развиваться в этом направлении. Знайте, что статус литературного города ЮНЕСКО дает вам возможность выйти уже сейчас на международный уровень, пообщаться с очень интересными авторами из других стран. Конечно, вот буквально тоже два примера из того, что уже сейчас объявлено из тех возможностей, которые дает наш статус. Утрехт, это город литературы ЮНЕСКО, открыл прием заявок на международный конкурс истории 2020. Победитель, так на минуточку, может получить приз в 10 тысяч евро. Истории принимаются самые разные, разные форматы, тексты, стихотворения, видео и даже видео из ТикТока. То есть, пожалуйста, полная свобода творчества, ни в чем себя не ограничивайте. Мы будем очень рады, если кто-то, житель Ульяновска, привезет такой приз в наш город. Это будет очень здорово. Пучхон, город литературы ЮНЕСКО, совместно с Бушонским фестивалем, тоже объявили прием материалов. Ульяновска принимает страшные сказки, истории разных стран мира. И это уникальный шанс превратить свою какую-то историю, которую, может быть, вы писали, даже не задумываясь о том, что она может выйти на большой экран, но превратить свою историю в кино сразу на международном уровне. Вот такие вот интересные как бы инициативы и преимущества дает нашим горожанам статус литературного города ЮНЕСКО. Причем вот я, конечно, сакцентировалась сейчас на литературе, но сеть креативных городов ЮНЕСКО, она гораздо шире. И в сеть входят города дизайна, города музыки, города медиа-арта, города кино, города ремесла. То есть если вы, может быть, не поэт, но вы делаете кино или пишете музыку, то через сеть креативных городов тоже можно найти возможности для своей самореализации. К тому же в этом году случился такой замечательный момент. Мы очень долго были в сети одни. Ульяновск был единственным российским городом, входящим в сеть креативных городов ЮНЕСКО. А в этом году сразу два города российских присоединились к сети. Казань получила статус города музыки и Каргополь получил статус города ремесла ЮНЕСКО. Мы теперь не одни в сети, и нас это очень радует, потому что это возможности для перекрестных проектов разных сфер на территории Российской Федерации. То есть, можно сказать, не выезжая из дома, мы объединяем сразу уже три творческих направления сети креативных городов ЮНЕСКО. И это очень здорово. Поэтому, если есть какие-то интересные инициативы, пожалуйста, мы открыты для сотрудничества. И даже если ваш какой-то проект, идея, творческий продукт не относится к литературе, но относится к любой другой сфере, в которой работает сеть креативных городов ЮНЕСКО, то, пожалуйста, мы готовы сотрудничать и готовы пообщаться с другими городами на тему развития именно вашей инициативы. Это тоже будет очень замечательно. Что же в ближайшее время? Вот буквально конец августа и сентябрь. К чему мы движемся и идем? Конечно, мы ждали окончания пандемии, снятия карантинных мер. И попробуем уже начать работать не только в офлайн, но и в офлайн формате. В конце августа здесь у нас на территории Ульяновской области состоится международная детская писательская резиденция. Этот проект родился у нас в содружестве с некоммерческой организацией «Профи-центр» и централизованной библиотечной системой города Ульяновска. Этот проект поддержан грантом, грантом Российского фонда культуры. Нам бы хотелось, и мы очень много, кстати, говорили с ульяновскими авторами уже профессиональными об этом, о том, что нужно постоянно растить новое поколение ребят и людей, которые увлекаются литературой. Кроме того, что читают, еще и пробуют писать сами. Потому что в нашей стране как-то так повелось, что писатель или поэт – это не профессия. И, соответственно, когда вступают наши подрастающие поколения, молодежь вступает в какой-то возраст, когда нужно определяться с профессией, мало кто пойдет в литературный вуз. Все больше смотрят в сторону юристов, экономистов или сейчас даже не так, даже айтишников, наверное, на первом месте. Но вот это желание писать и, может быть, какие-то искорки, таланты, если их поддержать с подросткового возраста, может быть, у нас родится новый Гончаров когда-нибудь. Вот детская писательская резиденция – это об этом. То есть у нас будут офлайн-участники, совсем небольшое количество, 10 ребят и 10 библиотекарей. Это будут победители конкурса. Конкурс вот-вот как раз объявлен. Тоже можно об этом почитать на нашем сайте и в социальных сетях. Конкурс называется «Я писатель». По итогам этого конкурса победители из Ульяновской области будут присутствовать очно в резиденции. А победители из других городов и даже стран, то есть это открытый конкурс, они будут присутствовать онлайн на резиденции. Будет образовательная программа, которая позволит ребятам отшлифовать какие-то профессиональные навыки писательского мастерства. Итогом резиденции будет сборник их работ. Мы хотим, чтобы такую тему задали, чтобы ребята писали о подростковом возрасте и о проблемах, с которыми они сами сталкиваются в подростковом возрасте. Потому что это самая близкая, наверное, им тема живая. Понятно, что, наверное, ничего стоящего написать невозможно, если ты не чувствуешь ту тему, о которой пишешь. Кроме того, у нас будут, конечно же, приглашенные гости. Это будут режиссеры, блогеры, писатели. Наши российские, ульяновские тоже будут, но и вот такого федерального уровня эксперты тоже будут, которые в формате творческих встреч и общения с ребятами и с библиотекарями пообщаются. У взрослых, у библиотекарей будет своя задача. Нам бы хотелось в такой короткий срок, в формате интенсива, интенсивного погружения, за три дня поговорить с ними. Тут как-то слово «научить», наверное, не очень хочется употреблять. В общем, поговорить и рассказать нашим библиотекарям о том, какие сейчас существуют современные тенденции в ивент-менеджменте. Потому что уже просто выйти на улицу с книжкой и вдохновленно рассказывать, не знаю, о Пушкине, этого сейчас уже недостаточно. Нужно фантазию какую-то применять, изобретательности, в том числе навыки, для того, чтобы мероприятие стало интересным для современного, в том числе и молодого поколения, вообще для современного жителя нашего города. О продвижении мероприятий в социальных сетях, о социальном проектировании в том числе. Потому что у нас ульяновские библиотекари, они просто мега талантливые люди. У них супермного всяких идей и инициатив, но не всегда хватает знаний для того, чтобы получить на свою идею финансирование. Вот об этом будем говорить. Думаем, очень будут насыщенные три дня. Приглашаем следить за нами тоже в соцсетях, присоединяться онлайн. Вся информация будет на нашем сайте, в социальных сетях. Я думаю, что и в журнале, в литературном журнале «Симбирск» она тоже появится. Также мы надеемся, что снятие ограничений позволит нам в ближайшем будущем провести книжный фестиваль «Амфибрахий». Это тоже совместный проект с некоммерческой организацией «Ульянский клуб гражданского образования». Проект получил грант Российского фонда культуры. И нам бы хотелось как раз в режиме городской интервенции захватить какой-то кусочек города и погрузить его на 8 часов в совершенно удивительный мир литературы в разных формах. Когда это и кино на литературной теме или о писателях. Это музыка и тексты. Тексты, песен – это тоже литература, можно сказать. А когда это ярмарка книжная и ярмарка хендмейд-мастеров. С удовольствием надела бы на себя значок с тем же Гончаровым. Когда это будет и открытый микрофон, и приглашенные авторы, которые будут и читать со сцены, и в том числе для ульяновских литераторов проведут профессиональную встречу. Скажем, мастер-класс или профессиональное такое будет общение. Очень ждем тоже этого момента. То, что точно могу сказать, нам удастся сделать. Мы не останавливаемся. Это традиционное такое мероприятие для программы. Литератур на трамвае. Многие, наверное, знают, буквально с первого года работы программы это мероприятие существует. Всегда вызывает большой интерес. Когда мы едем вечером по городу в трамвае, читаем стихи, останавливаемся на разных остановках, читаем это публично. Проходящие мимо люди очень радуются и удивляются этому. Для трамвая в этом году мы выбрали такую тему философскую. Это тема «Время». Потому что за прошедший период, как не крути, как не хочется избежать этой темы, но все равно придется сказать, да, за период пандемии и самоизоляции, наверное, очень многие переосмыслили эту тему. И вот хотелось бы нам в рамках литературного трамвая тоже еще раз ее поднять. Уникальность трамвая в том, что это стихотворение не только местных и российских, и не только стихотворение, вот еще так можно сказать, не только ульяновских и российских авторов. Это стихотворение, которое мы собираем со всего мира. То есть мы объявляем тему, говорим о том, что у нас будет литературный трамвай, и авторы из всех литературных городов Юнойска могут прислать нам свое произведение для того, чтобы оно было прочитано в нашем литературном трамвае. Конечно, в этом году приходится быть креативными, да, и у нас впервые, наверное, мы очень попробуем, постараемся это сделать. Будет стрим-трансляция в интернет, для того, чтобы место в трамвае, естественно, ограничено, чтобы все те, кто не попадут в нашу поездку литературную, чтобы смогли посмотреть все, что будет происходить в трамвае онлайн у себя дома. В сентябре, и это всегда на протяжении уже многих лет, у всех ульяновцев, конечно, ассоциируется с самым крупным событием в сфере культуры. Это международный культурный форум, который состоится в этом году тоже в онлайн-формате. И мы благодарим нашего партнера, фонд «Ульяновская культурная столица», за возможность организовать свою площадку на этом фестивале. Тему мы выбрали злободневную, называется она так, «Креативные города ЮНЕСКО. Справимся вместе». И это, конечно же, о режиме самоизоляции, о том, как творцы, творческие организации прожили этот период, о том, какие новые инициативы, какие новые импульсы это привнесло для сферы культуры. Ну и, конечно же, какие ограничения, в каких городах, в каких странах, может быть, были новые меры поддержки творцов, изобретенные в этот период. Получили, буквально недавно тоже разослали информацию об этой площадке и получили очень большой отклик, потому что действительно тема назрела, назрела она вот буквально на поверхности. И очень хочется сети креативных городов обсудить это на международной площадке. В онлайн-формате присоединиться сможет абсолютно любой. Спикеры заявляются, конечно же, заранее. А быть слушателем сможет совершенно любой человек из Ульяновска, не из Ульянска, из любой точки мира. Например, у нас уже есть заявки из Нидерландов на слушателей. Даже не спикеров, а слушателей. Поэтому будет очень интересно. Ну, конечно же, я призываю вас следить за информацией о нашей программе на сайте Ульяновска Creative City. Хочу, наверное, посоветовать даже вам, даже если вы, может быть, никакого отношения не имеете ни к сфере литературы, ни, может быть, даже к творчеству. Но очень интересная у нас есть информационная рассылка Writer's Info Point, которая просто приходит несколько раз в месяц вам на почту. Это дайджест самых интересных событий в нашей стране, в нашем городе и в мире. Все, что касается, хоть к краешкам касается литературы. Я думаю, даже человеку, который не глубоко в теме, но человек читающий и мыслящий, будет очень интересно получать такую информацию. Спасибо большое за внимание. Очень здорово, если кто-то досмотрит мой монолог до конца. Хочу сказать нам, нам всем, что у нас прекрасный, чудесный город с очень богатым историческим наследием. Очень хочется, чтобы все жители нашего города, наши дети читали книги, были эрудированными, были активными и развивались творчески. Ну, а мы будем стараться все для этого сделать. Спасибо большое за внимание. Благодарим Елену Титову за участие в нашей литературной гостиной. И желаем новых творческих идей, энтузиазма, ярких событий. Обращаем внимание, слушатели нашей программы, на то, что в каждом номере журнала «Симбирск» есть рубрика «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». Дорогие друзья, на этом наша программа завершается. Благодарим вас за внимание. Симбирск. Литературный город ЮНЕСКО» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова